Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я знаю у вас трое детей. Расскажите вашу историю, с чем вы обращались, какие были проблемы, но потом расскажите, как это все разрешилось. Трое деток у меня, да, зовут меня Оля, живу я в Крыму. Трое детишек, да, в общем-то у всех троих были проблемы. С аутизмом у меня средняя девочка. Средняя девочка Саша, ей 11 будет лет, скоро в июле. У нас диагноз аутизм стоит, ну, лет с пяти, наверное, то есть нам не сразу его ставили. Именно вот с аутизмом я столкнулась, конечно же, с ней. Началось у нее все это, ну, не могу сказать, что прям неожиданно, да, у меня как-то ребенок постепенно-постепенно уходил как-то в себя, где-то с года и два, и вот до где-то годов трех вот она как-то становилась хуже, хуже, хуже и хуже постоянно. То есть у нас было такое, что, ну, в общем, у нас были все признаки аутизма, какие вот есть. То есть это и хождение там по одному маршруту, мы не могли свернуть куда-то в другое место, потому что это был скандал истерика. Первые слова у нее были не мама-папа, как у всех деток, да, у нее были там красный, синий, желтый, зеленый. Она там выстраивала карандашики по определенному цвету. То есть, ну, вот эти вот все игры, это было все наше. Вот, потом у нее была очень сильная агрессия. То есть она вообще очень агрессивная была девчонка. Она могла биться головой об стены, об пол. Это были такие вот скандалы, истерики. Я иногда боялась просто что-то ей вообще сказать, какое-либо слово, потому что любое слово могло вызвать просто вот бурную истерику, бурный скандал. Вот так вот у нас все начиналось. Мы ходили, в принципе, к врачам. Я тогда не знала, с чем имеет дело вообще, да. И когда мы просто обращались там к психиатрам, не к психиатрам, а просто к педиатру просто так, да. То есть, ну, в принципе, видели все, что плохо себя ведет ребенок, да, плохо реагирует. Ну, как бы никто ничего не говорил по этому поводу, что идите там, обратитесь куда-нибудь, чтобы проблема у вас есть, да. Ну, как-то это все вот так вот. Ну, маленькое-маленькое. Ну, ладно, хорошо. Вот, потом уже, когда, наверное, как все мамы, да, я думаю, там, ну, детский сад, там, все пойдет детский сад, все будет нормально, там, больше общения, там, научиться всему. Ну, вот, но чудо не произошло. В детском саду стало еще хуже. Она пошла где-то в два с половиной, наверное, года в детский сад, там стало еще хуже. Потом мы, конечно, обратились уже к неврологу. Невролог сказал, что это аутичные черты, то есть аутизм там никто не ставил. Потом мы прошли и психиатра, мы пили нейролептики, нам прописывали наотропы, от которых только хуже становилось, нейролептики мы пили. То есть она сидела на них, наверное, года три с половиной. Ну, да, стало проще в плане поведения, потому что вот эту вот агрессивность немножко все-таки подавили. И Саша, то есть вот мы, наверное, года три с половиной, почти четыре пили нейролептики. В общем-то, я понимаю сейчас прекрасно, что это только хуже, наверное, делала ей в плане ее развития, потому что она была спокойнее, но развития как такового, ну, его не было вот особо. Нас выгнали, соответственно, поперли, попросили, в общем, из детского сада обычного, потому что заведующая нам говорила, что я никогда в жизни таких детей не видела, вам, короче, вообще вам не к нам. Вот, ну, мы пошли в детский сад коррекционный, там она была тоже три года, наверное, пробыла там, ну, практически до школы. Только в школу мы не пошли в восемь лет, мы пошли в семь. Когда я просто перестала ей давать нейролептики, то есть вот я просто почему-то так решила, что они ей не нужны. Вот, я перестала их давать, долго мы с ней слазили, наверное, с полгода, то есть аккуратно сводила с этого ребенка. Ей стало легче, у нее пошел прям скачок такой развития, то есть вот за год она там хорошо уже так набрала каких-то навыков, все, это был у нас частный детский сад перед школой, до восьми лет мы туда ходили. То есть, ну, мало того, что там обычные дети, и плюс мы убрали это все, то есть у нее как-то развитие более на нее пошло. Вот, ну, диагноз он, конечно, никуда не одевался, аутизм он никуда не одевался, то есть он как был, так и есть, да, то есть ее тест вот АТЭК, который есть на аутизм, он был в пределах 55-65, то есть вот так вот он все время вальнировался у нас, вот. Ну, и, в общем-то, мы так благополучно жили, наверное, уже смирились с этим всем, потому что решений-то вопросов нету, да, никто нам их не дает, а все время все говорят, что, в общем, смиритесь, да, коррекция и все, то есть это не лечится, и все. Вот, ну, то есть вот так вот это у нас было. А с чем вы связываете начало аутизма, то есть начало ребенок был нормальный, а потом изменения? Она родилась вполне нормальным здоровым ребенком, то есть у нас особо не было никаких проблем ни в беременности, ничего такого не было, ни при родах родилась она легко вообще, очень, не было после родов никаких проблем. Проблемы были где-то, да, я была где-то месяца-полтора, она заболела. Это был просто как обычный кашель, ну, то есть это такая простуда, которую тоже долго лечили, с антибиотиками даже лечили. Получилось так, что там, наверное, дней 10 было курсом антибиотика, и я вот даже больше как-то с этим связывала. Вот, а так она сидела, она стояла, она ходила, то есть все было нормально, в принципе, да, а вот после года что-то произошло, что не знаю, потому что, ну, прививок мы тоже в тот момент все не делали, потому что их у нас просто не было, вот, свалить на прививку тоже никогда не могу ничего. А дальше, вот, пошла в школу, дальше что? Пошла в школу, она индивидуально учится, да, она сейчас индивидуально учится, вот, ну, когда мы пошли в школу, пришли, ну, во-первых, нас не хотели еще долго брать в школу, вот, у нас там была еще тоже своя история. В общем, она взяли в обычную школу по месту жительства, но на индивидуальное обучение. Ну, она вместе с детками тоже, она присутствовала в классах, то есть не все уроки, а там какие-то технологии у них были, вот, ИЗО, то есть у нас очень хороший, замечательный педагог, она женщина в возрасте, никогда не имела опыта работы с такими детьми, но ей стало интересно, и она, в общем, взяла нашу Сашу, да, и вот мы, как бы, с ней благополучно уже два года, как бы, мы с ней обучаемся, все хорошо. Просто мы потом после всего, нет, ну, не после, да, после того, как я вот с Искандером уже столкнулась тоже, что у нас есть какие-то проблемы, я начала искать другие варианты вообще лечения, да, потому что я понимала, что медицина нам не поможет, что если я с Искандером пойду тем же путем, что с Сашей, то я буду иметь тот же результат, что сейчас с Сашей, а меня он не устраивает вообще. А еще расскажите про Сашу, чтобы было понятно, значит, вот на чем вы остановились перед консультацией, ну, какие были проявления, как она себя вела, чтобы было понятно, что потом, какие изменения будут. Мы год, получается, сидели тогда на тенториуме, то есть, да, я и с помощью тенториума ее восстанавливала. Хорошо, у нас есть такая мама Наташа, да, которая с Максимом, у которой есть замечательный блог, который помогает мамам не влезть туда, куда не надо, пойти тем путем, который помогает, вот, и мы с ней тоже были как бы на связи, я смотрела и читала, мне нравились эти результаты, мы, естественно, тоже воспользовались этим методом, там мне очень нравилось, там были результаты прямо сразу, тоже были очень классные, за полгода, то есть, вот мы смогли с Сашей продвинуться, ее тест АТЭК стал 35, но вот в течение полугода все шло нормально, но вот прошло ровно полгода, и мы затормозились на одном и том же уровне, и я понимаю, что мы, вот, ну все, вот выше головы мы дальше не пойдем, то есть, мы делаем все то же самое, мы идем по той же программе, мы принимаем все те же витамины, и результата больше нет, ну вот все, мы продвинулись, и все, я даже помню, смотрела видео инфодайверов, где Андрей с Наташей, да, смотрели это, что вот есть какая-то планка, и я прям думала, блин, ну так оно и есть, неправда, да, ну стимов у нее уже практически не было, единственное, что она могла делать, это бегать так по дому иногда, да, вот у нее было такое, что, ну типа танцы, не танцы у нее вот такое вот, да, и гримасничать она еще могла, то есть, вот такое вот у нее еще осталось, речь у нее была, но она больше такими штампами, штампами, и вот из там мутиков, и из всего такого, то есть, она была, но она как заученная была, то есть, она выдавала фразы, мы с ней там, ну и на бытовом уровне, да, я же ее тоже, мы общались с ней, и она на бытовом уровне больше как бы аллалия, наверное, вот такая вот получается, то есть, она говорит, то есть, я ей что-то говорю, она если согласна, то она повторяет той же фразой, если она не согласна, она может сказать или нет, или прокричать, или там, а, там что-нибудь сказать такое, вот, вот такое вот было общение, сейчас, после консультации у нее, речь у нее прям очень сильно пошла, очень, вот прям, она начала разговаривать, как обычный человек, обычный ребенок, но есть проблемы с окончаниями, то есть, она не знает еще, как правильно поставить окончание, в каких словах, да, то есть, это было очень заметно, прям вот по Саше было очень заметно именно вот это, то есть, у нее прям такой скачок очень сильно пошел, что еще было, нервы психи, да, то есть, вот, ну, даже сейчас вот она там сидит, играет, у нее бывает, что там, что-то не получается, она там прокричит, но это уже не то, то есть, если раньше у нас было так, что она сидит, играет, там, что-то не получается, психует, орет, именно был ор, правда от слова ор в доме орет взрослый ребенок вот сейчас у нее вот это вспыльчивость прошла вот этого нет у нее уже она реагирует спокойно уже как-то более уравновешенная получается вот в общем у нее очень много вот таких вот изменений она начала все замечать вокруг там мы ходим по улице мамочка посмотри какие там цветочки ой смотри жук ползет ой смотри ну вот так вот она меня даже сама как бы вытаскивает даст посмотреть куда и чтобы за что я бываю внимание не обращаю она обращает вот и вот это вот конечно очень классно мне нравится она совсем другой ребенок стал прям вот прям очень заметно когда говорят про аутизм как про заболевание которое имеет определенные признаки то кажется что у всех детей они должны быть одинаковые и эти признаки будут содержать одни и те же причины заболеваний наверное можно отыскать причину и таким образом выключить заболевание вот это все неправда это все вымысел когда мы залазим в психику очередного ребенка и смотрим из-за чего в его жизни случился аутизм то ладно кармические истории да они действительно у всех разные но то как прописан аутизм подсознание каждого ребенка он это все уникальная запись нету двух одинаковых детей аутистов даже при всех внешних проявлениях там алалии или там недоразвитие речи или там не включение горшку или там задержки речевого развития или 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 это все общие фразы общие фразы которые говорят об одном у ребенка есть некое отставание есть некое недоразвитие нейронных связей но у каждого это недоразвитие сам свое именно это недоразвитие продиктована кармической историей и именно это недоразвитие ведет к тому чтобы родители осознали какие-то определенные свои убеждения проявления повадки реакции инстинкты и так далее то есть родители должны измениться и нету двух одинаковых родителей нету двух одинаковых детей с аутизмом и нету двух одинаковых аутизмов ну хорошо давайте теперь про искандера искандер у нас ему сейчас пять лет было вот недавно в июне вообще совершенно другой ребенок то есть вот как бы говорят что аутисты типа там набор признаков одинаковый да ну нет ну вот вообще а если саша у меня была ребенок который постоянно плакал кричал и там ее невозможно было трогать то этот ребенок был постоянно веселый абсолютно всегда улыбающийся всегда всем довольный не знаю мне казалось что он и смотрит в глаза единственное что меня беспокоило что не всегда он откликался на имя не всегда то есть он откликался но у него были моменты когда вот он как-то зацикливался потом меня беспокоила речь него потому что она была но как бы тоже больше как заученная получается то есть у него мало было слов который говорил вот осознанно я как бы понимала что детки в три года они как бы уже чуть-чуть постарше то есть не понимал что ребенок мой где-то тормозит все-таки где-то какая-то задержка у него есть прививки мы ими делали с пяти месяцев то есть вот мы сделали последнюю акдс пять месяцев у меня тогда учетом в голове промелькнула мысль что-то где-то у него там не так что-то что-то где-то он подтормозил как бы было ощущение такое что он развивается но он как-то развивается немножко с напозданием то есть то что детки должны были делать семь восемь месяцев до он делал например год мама как будто сама специально выискиваете недостатки которые включают саму болезнь и она на не именно на их концентрирует свое внимание но развитие у него шло то есть я не могу сказать что он не развивался он развивался он был очень веселый парень улыбающийся такой всегда и вообще я с ним обратилась к неврологу просто проконсультироваться меня больше речь как бы беспокоило получается поставили задержку психоречивого развития получается прописали на тропы я хоть узнал что они особо не помогают но почему-то как-то доверила наверное опять же врачам прописали нам пантагам первым ты там было три препарата то есть первый там пантагам потом еще какой-то еще какой то то есть вот такой вот курс на три месяца получается не через три месяца показаться первые две недели приема пантагама моего ребенка вообще подменили то есть вот его это это стал совершенно то есть я видела что ему становится еще хуже он забыл все что он знал очень много слов наверно около 500 слов он мог там повторять стишки он был веселый игривый парень улыбающийся здесь все изменилось то есть он постоянно падал головой вниз где-то прикладывался к собаке он просто вот ну это был вообще другой ребенок вообще вот именно аутизм его проявился именно там все по-другому как бы с вот этим лекарством проявилось полностью все лекарственные препараты уже много случаев нашей практике когда они играли не то что не позитивную роль они наносили вред и психике ребенка и его телу и вплоть до того что мы зачастую удивляемся как медицина может выписывать такие сильнодействующие препараты которые в дальнейшем приводят например к наркотической зависимости к ломке физического тела и так далее и был определенный момент нашей работы когда мы не знали мы же не врачи мы не знали влияние именно самих препаратов и мы работаем просто с психическими проявлениями в дальнейшем вылетаем на то что блокирует развитие именно химическая составляющая и в данном контексте очень хотелось бы обратить внимание врачей на то что 7 раз подумайте перед тем как выписать что-то сильнодействующее ребенку возможно есть возможность восстановить его без вмешательства без химии без препарата без лекарства потому что это вот химическое воздействие убрать из тела и убрать влияние на психику и на центральную нервную систему значительно сложнее чем если бы ребенок не принимал лекарства и вот тогда я опять же наткнулась на тенториум да и мы начали тогда восстанавливаться с двумя диками и с искандером и сашей помогло обоим помогала сразу обоим искандер саша они двигались и по тестам и по поведению по всему то есть у искандерки было тоже мы по-моему 25 у меня записано и тогда как раз ниташа сбросила в нашу чат информацию про инфодайвера и я посмотрела одно видео в одно первое самое маленькое короткое я сразу поняла все это мне надо и мы сюда вот так вы пришли оказались долго я не думала и буквально через два дня заказала консультацию писала конечно обо всех проблемах больше на искандера была консультация написала обо всех проблемах и спасибо большое что работают сразу со всеми у Илюши кстати вот ухо которое ему даже тоже поработали у него постоянно оно течет оно мокрое у него там хронический отит у него там нет уже кустка какой-то перепонки в общем ему повредили лицевой нерв при первой операции и сейчас у него начало все восстанавливается ну то есть постоянно оно у него забивается получается мы периодически чистим у доктора и оно постоянно у него мокрое мы прокапываем какими-то каплями, то есть пролечиваем последний раз у него получается этого не было то есть ему почителя оно абсолютно сухое у меня вообще было просто как так сухое как так вообще это разве можно такое расскажите что было перед консультацией скандера то есть какие проявления как он себя вел как разговаривал у него сохранялись маршруты у него сохранялись ну то что вот ему мы если идем куда-то в какой-то магазин да у него получается вот есть одна любимая полка вот он к ней идет одни конфеты мы тычем там и все мы вокруг ничего не видим ну то есть это вот так вот было в какой-то день было вроде у него такой раз что-то прорывалось ну недолго вообще совершенно вот по речи не особо он продвигался то есть он потихонечку какие-то слова говорил вот но по речи не особо и вот сейчас у меня такое ощущение что мы возвращаемся к тому откуда мы ушли ну вот до пантагам вот вот именно сейчас вот у меня такое вот чувство что возвращается он в ту точку как мне кажется ну что иногда он начинает себя вести так же как он был тогда еще до того да как мы начали там пантагам принимать и когда ему стало хуже первое вообще что изменилось это он увидел вот короче поменялся маршрут он просто меня повел сам начал тыкать пальцем куда его надо повести на велике с ручкой туда 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 хорошо завел меня в магазин и пошел он не к своей любимой полке который он там обычно а он пошел вообще другой и причем он стоял за другой полки и он такой смотрел везде вокруг на этот магазин там оказывается еще тетя есть продавец и для него это было и для меня это было шоком и для него по моему тоже что там тоже что-то есть еще вот это был такой самый первый момент вот потом второе когда он повел нас в супермаркет наш мы сюда не очень часто ходим мы как бы мы обычно магазин там возле дома вот мы пойдем на супермаркет взял корзинку и начал туда все нагревать вообще просто все вот все туда складывать 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 вот но когда мы последний раз были в магазине то есть это прошло уже получается два месяца он взял маленькую корзинку просто я не успел просто снимать это реально телефон он взял маленькую корзинку он не брал все подряд он пошел взял себе то что надо вот положил там несколько продуктов пошел на кассу спокойно там постоял подождал короче он сделал купил то что ему надо при этом у него появилось новое слово магазин вот то есть вообще прям вот такие результаты до этого конечно ну такого не было да во первых они смотрят совершенно другими глазами то есть это вообще другие дети ну правда это другие глаза другое какое-то отношение он подбегает ко мне очень часто подбегает обниматься целоваться он стал специально меня щипать чтобы я с ним поиграла ну то есть он подбегает там у него такая игра вот он приходит начинает у меня дразнить как раз-раз-раз пощипает пощипает мы с ним начинаем играть балуется бесится вот любит очень это дело все он сейчас сам просится гулять выходить сам просится одеваться пытается одеваться самостоятельно получается у него но не всегда вот такие вот изменения произошли а когда была консультация я отправила консультацию 6 марта получила я и 9 марта и тоже 9 марта да какие были первые результаты у меня стояли цветочки 8 мартовские на столе он пришел понюхал цветочек понюхал сказал так а цветочек вкусно пахнет и сказал что это цветочек и конечно для меня это было шоком это прям вот прям сразу после консультации не проходила там неделю две недели это вот прям сразу было а вот такое самое запоминающееся нам конечно есть еще чем работать у нас еще как бы много чего еще есть но я вижу как бы как они идут какими шагами вот но даже когда мы успели походить в школу то есть это мы в марте прошли мы успели там буквально пару недель наверное походить в школу уже тогда у меня все заметили что саша поменялось вот и говорили прям вот говорили вот прям что что с ней случилось вот прям вот так что что с ребенком что вы делаете вот так вот говорили нам психолог и ну расскажите что саше какие изменения вот три месяца прошло да с консультации да да три месяца получается прошло она начала делать куклам наряды вот то есть из всего что она может то есть она может из салфеток влажных пойти взять влажные салфетки сделать кукле свадебное платье то есть вот у нее вот так может она делает там им платье из пластилина лепит то есть она прям и очень сильно креативит то есть у нее прям такие знаете они прям красивые шикарные разные такие я говорю Саша у меня столько фантазий реально не хватит сколько ты сделала вот а рисовать она ну она как бы и любила рисовать да но сейчас она как-то еще больше у нее получается она сейчас читает каждый вечер книжку сама ну то есть вот мы сидим читаем раньше читала я сейчас она это делает сама самостоятельно там дольше конечно читать чем я но сидит читает и я ей говорю давай я тебе может почитаем нет я сама все то есть вот так она начала говорить фразы приходить задавать вопросы у нее очень осознанные вопросы вообще я говорю что-то вчера она хулиганила на кухне не помню разлила что-то я говорю Саша ну что это кто это сделал это не я это собака даже вот так вот она ну то есть у нее вот такая вот появилась хитрость своя да они с Илюхой играют очень много прям знаете дерутся как ну короче как брат с сестрой знаете вот которые подростки да вот они дерутся они могут друг друга послать прям правда дерутся подушками они там отдай мне то отдай мне это ну в общем это когда вот начинается это такие знаете ну обычные дети обычные разборки вот то есть у кого их не было вот так вот это все происходит она вообще очень сильно поменялась прям прям очень сильно поменялась все замечают она одевается на улице она меня может спросить мама ну как я ну то есть вот как бы ей уже интересно и для нее это имеет значение как она выглядит вообще да и вообще ну как девочки вот любой а как с детьми там играет а иногда на площадке да играет то есть если есть кто-то она может с ними уже начинать играть есть у нас даже видео как она с мальчиком играла я даже его снять успела с мальчишкой меньше правда по возрасту да еще играли в мячик ну то есть вот он ей кидал мяч на горку закидывала она ему скидывала причем там еще какими-то фразами они такими интересными обменивались вот она стала много играть во всякие такие ролевые игры то есть она еще берет себе конструктора вот эти лего и там разыгрывает прям какие-то сценки там прям конкретный диалог вот который она разыгрывает в общем-то вот так вот она такая у нас актриса вообще девушка она любит это дело там по актрисничать там где-то поплакать там специально где-то чтобы ее пожалели то есть она может что-то придумать такое одним волосом сказать вторым волосом сказать разыграть такую вот какую-то ролевую игру свою вот она такая у нас тоже да вот и сейчас этого стало больше а что учителя в школе говорят ну вот сейчас мы не были уже в школе да вот долго получается ну когда мы побыли там это буквально первые две недели после отработки что она стала более внимательна получается то есть вот она больше выполняет только задания и лучше реагирует на там ну на все что они там попросят то есть на просьбы на все то есть вот такие у нее тогда были изменения а вы там говорили что со сном были у нее проблемы как сейчас со сном нет сейчас вообще нет со сном проблем вообще причем еще до консультации да вот этот момент я не указала она могла иногда ну описываться просто в кровати да сейчас этого нет вообще то есть она просыпается среди ночи идет в туалет и все ну давайте теперь прескандера он начинает постепенно говорить слова у него появился этот указательный жест он может он мне рассказывает что у нас где находится где у нас что-то стоит там я могу спросить там покажу то 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 где там телевизор где это вот оно вот оно пальцами тычет везде вот 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 это вот это то есть он просит что ему надо научился ходить в туалет он научился ходить в туалет это просто найти радость какая для мамы вот потому что раньше до консультации он в принципе знал что такое горшок зачем он нужен в принципе знал иногда он туда ходил но чаще всего он ходил туда пописать ну вот там по большим делам он туда не ходил он становился стоя вот и все и то есть это было не в туалет он становился стоя делал все свои дела прекрасно и вот так ему было хорошо после отработки где-то недели две прошло мало того он стал ходить на горшок он стал ходить на унитаз там залетать на унитаз там как умеет там забирается на него вот и ходит туалет на унитаз то есть это вообще и сейчас промахов нет вообще никаких на самом деле отработка была не одна после каждой отработки проводится большое количество коррекций после которых мы ждем от матерей обратную связь для того чтобы мы понимали как работает наша коррекция аллергии у него прошли аллергии у него была очень серьезная крапивница до прям до скорой помощи ему последний раз в феврале она прямо знаете начиналась в пять минут это было просто вот обсыпание красными пятнами по всему телу и отек отек лица отек ну прям очень серьезный такой прям сильные глаза и все то есть отекало и губы разбивались это прям ну жуткое дрелище вот мы успевали добегать до скорой у нас здесь она через дорогу делали ему уколы чтобы снять вот этот вот получается отек спазм и долгое время получается мы сидели на вот этих вот протиполевитических препаратов сейчас прошло наверное недели две как все сошло вообще ну то есть у него не появлялось ни одного пятнышка вообще вот то что нам обещали месяца через три-четыре пройдет позже вот так наверное и получилось а у старшего должна была быть еще одна операция да ну да но там как бы эта операция в питере у нас лорнии делает операцию и нам должны прислать вызов но его не присылает уже очень долго вот наверное не просто так его не присылает вот этот вызов у него там стоит протез титаны у них вообще в ухе то есть там вместо разрушенных косточек стоит протез и его нужно как бы периодически вроде бы как менять чистить там отит осложненный холестеатомы который в общем то дает вот это все нагноение и съедает вот эти слуховые косточки получается вот ну сейчас вот слава богу все сухо все хорошо все сухо так что очень часто мы очень легко воспринимаем слова наркоз операция и так далее а ведь это очень большая нагрузка на мозг это очень большая нагрузка на центральную нервную систему и это действительно очень часто детей приводит опять-таки в аутизм и выбивает их из здоровой жизни и потом люди не связывают например операцию которая прошла два-три года назад и то что будет потом замедление в развитии замедление интеллектуального развития ухудшения памяти а ведь эти вещи взаимосвязаны нету простых и бесследных операций если она есть то она всегда оставляет последствия в теле и в психике и в жизни вот вы получили консультацию посмотрели одна смотрели с мужем какие были впечатления с мужем смотрела да впечатления были ну такие знаете очень не буду сказать как в одном моменте у меня так вот это да у меня прям было вот так когда мне сказали что и как вот знаете после консультации начали происходить невероятные вещи ну когда было сказано что у нас все будет меняться и нас будет трусить то это было так вот именно вот да вот какие-то семейные моменты это было так было не просто даже в некоторых моментах сложно и даже прям слишком иногда было слишком люди с которыми мне как бы говорили что где ну что вы в связке да ну вы там где-то там поэтому сами поймете я отправила им консультацию тоже и у них начали происходить какие-то вещи какие-то волшебно-магические там в некоторых моментах было очень удивительно почему именно так и где-то я наверное даже узнала себя какие-то установки которые мне сказали да что ну да они есть как бы я понимаю что они были не только там где-то там вот так вот бывает вот что они были где-то там не только там по карме да где-то там еще и в этой жизни уже вот поэтому узнала себя во многом вы делаете какие-то практики которые были там рекомендованы да я делаю практику моя самая любимая две зеркала и радикальное прощение имеют невероятный по моему силу а я сделала ту же практику прописать свое будущее там тоже очень много всего вот прям классно так пережила это все вот мне понравилось такое будущее которое я себе там написала вот надеюсь что оно так и будет расскажите какие изменения с вами произошли я прошла один курс получается инфодайвинга да то есть мне стало это очень интересно потихонечку я беру себе тоже там людей я смотрю мне интересно вот ну кроме этого у меня как бы есть еще работа да то есть это такая удаленная онлайн работа которая тоже работает ну и там тоже стало более лучше получаться люди какие-то стали где-то другие вот как-то ну наверное знаете как что излучаешь да что зеркало же вокруг у нас получается то есть вот как я меняюсь так и вокруг меня меняется вот поэтому так и происходит а сколько у вас было консультаций ну или как процесс продвигался одна консультация у нас была а потом нас еще взяли в десятидневку получается то есть вот больше мы пока больше консультаций не делали но мы с натальей удержали вот обратную связь да я не думала там то 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 раз там подкорректировали вроде как бы проще там раз ушло потом раз опять появилось опять ушло опять появилось ну ладно понятно в общем все все значит так и надо все так и должно быть идет все как надо правда вот мне никто не дает таких результатов ну никто нет таких больше ни психологов ни докторов ни каких-то терапий ничего другого да причем за такие ну действительно короткие промежутки времени что там у нас время то прошло там совсем не знаю да даже ну да три месяца получается пришло а расскажите про эскандера какие сейчас результаты самые ну выдающиеся вчера вот приходит ко мне вылазит ко мне на колени и говорит солнышко да смотри ты солнышко светит да вот а он смотрит в окошко и говорит там блока солнышко то есть вот он все видит по другому а там ролевые игры игры с детьми как сейчас с детьми он ну с Илюшей вот они играют да стал играть с Сашей вот еще что то есть вот они между друг другом не играли никогда вот а сейчас у них появляется только-только стало появляться такое что сидит она сидит тот и он начинает ее такую подначивать потихонечку там пнет ущипнет или еще что-нибудь Сашке там запищит поржет этот ее опять короче вот такая вот у них игра получается ну то есть они вообще раньше не играли вообще никак вот а с Илюшей Искандер играть хорошо ну то есть он его там тоже там ему там всякие там козы и так далее то есть вот это вот все они лежат там ржут друг с друга сейчас он заново заинтересовался качелями вот его прям восторг вводит качеля то как на ней катаются сейчас он на ней как на ракете то есть он мы садимся ракета раз-два-три полетели то есть это он говорит на вот на старт внимание марш и все и вперед ну что-то важное может что хотите сказать что-то другим родителям может пожелать другим родителям да хочу пожелать что во-первых хочу сказать что не бывает безвыходных ситуаций это сто процентов не нужно смиряться я знаю насколько сложно это все когда ты узнаешь эти все диагнозы ты не знаешь куда с ними бежать ну сейчас вроде как бы больше информации но смысл от этого не меняется да то есть ни одни из них не дают никакого результата выхода и всего остального вот не надо просто отчаиваться и верить в то что это все неизлечимо вот и что сделать с этим нельзя что я сама очень долго с этим грузом ходила что надо смириться надо смириться но я как бы до этого все равно не дошла мне все равно как-то было в душе ощущение что не надо мириться где-то все равно выход должен быть вот и как обычно я говорю родителям которые у меня спрашивают что у вас там что что это такое я говорю слушай я тебе видео скину ты посмотри вот если у тебя вот тут вот откликнулась тебе не вот здесь а вот здесь то иди ну не думай вот иди вот еще вот откликнулась тебе где-то там глубоко в душе иди все не думай вот так и вот всем остальным вы смотрите откликнулась идите не думайте долго Потом будете думать, ну, посмотрите после одной консультации, что у вас получилось, какие там результаты, пошло, не пошло, да, уже дальше будете думать, надо вам это или не надо продолжать. Вот, а так пробовать, по-моему, нужно все варианты, какие могут быть. Если есть люди, которым помогло, значит, почему я не могу таким быть человеком, которым тоже это поможет. Поэтому я в это верю искренне. Понятно. Что-то хотите, можете инфодайверам передать? Ой, вообще огромную благодарность. Я жду с нетерпением вообще каждого видео, которое выходит. Я уже, наверное, пересмотрела весь канал на самом деле. Такие огромные молодцы. И после того, как я побывала на курсе, я реально поняла, какая это просто, это не огромная работа, это громаднейшая работа, просто которая делается. Я понимаю, почему там это стоит денег, почему это стоит внимания, почему это... То есть у меня очень много стало в голове всего по местам, потому что это действительно серьезнейшая работа, просто действительно серьезнейшая. И сколько этой работы просто проделано за эти годы, просто сложно представить. Вот правда. Поэтому огромное вам огромное спасибо, что вообще вы такие есть, за то, что вы делаете, за то, что постоянно на связи. И когда вот что-то где-то вылазит, и нужно очень срочно какой-то совет, ну не знаю, у меня постоянно на связи, Наташа, например, да, или кто-то из девочек в чате. Всегда можно получить ответ. Вот постоянно. Вот тебя не оставят без ответа. Вот. Тебе постоянно подскажут, что делать, куда идти, в каком направлении двигаться. Вот. Поэтому это очень ценно, на самом деле. Спасибо вам огромное. Мы тоже очень рады за вас. У вас очень хорошие результаты, причем у всех троих детей, и очень быстрые. Три месяца – это очень хороший показатель. Видно, что, наверное, благодаря тому, что и мама включилась, очень активно и работает. Я думаю, в этом тоже очень большая ваша сослуга. Может быть, можно позвать кого-то там, Сашу или Алексею Хандера? Садись. Поздоровайся. Здравствуй. Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Саша. Саша, сколько тебе лет? У меня 10. Так, 11 уже? 11? Угу. Уже 11? Да. Да, уже 11. Да, у вас все впереди еще. У вас и так очень быстрые результаты, так что... А ну! У вас все будет хорошо, я смотрю. Все, давай, говори до свидания, попрощайтесь со всеми... До свидания! До свидания! До свидания! Пожалуйста, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Спасибо вам. Зачем снимаем мы вот эти фильмы? Про аутизм, ДЦП, эпилепсию, про неизлечимые заболевания и про то, что выход из них есть. Зачем показываем и рассказываем реальные истории, реальные выходы? Это уже 19-й фильм, замечу, господа. Мы хотим обратить внимание медицины, науки, да вообще всех людей на то, что первично сознание человека, первичен психический мир. И есть очень много знаний, которых еще человек не постиг. И в которые имеет смысл углубиться для того, чтобы совершить новое научное открытие, новые прорывы. И иногда эти знания лежат за гранью. Многие считают инфодайверов сумасшедшими, экстрасенсами, еще кем-то. В принципе, мы на это не обращаем внимания. Мы вам показываем то, что влазя в настройки психики человека, мы можем менять даже такие вещи, как заболевания уха, с которыми работают хирурги. Мы можем менять аутизм, мы можем отменять какие-то вещи, связанные с ДЦП, с нейронами, с мозгом. С эпилепсией, скоро пойдет цикл с онкологией, с псориазом. У нас везде есть наработки. И если мы берем аутизм, например, то у аутизма нет одинаковых корней. И повторить, вот взять и повторяемо сказать, вот мы делаем это, и будет такой результат. Мы не можем. А если мы берем псориаз, то мы можем. Онкологию мы можем. И таким образом, совмещая наработки инфодайвинга с той же самой психотерапией, с той же самой медициной, с наукой, мы можем добиваться новых и лучших результатов. А если мы перейдем в область научных открытий, озарений управляемых, то, в принципе, это то, с чего начинался инфодайвинг, то вариантов для развития человечества добавляется бесконечное количество. Просто этому надо позволить быть, и это надо позволить развивать. Редактор субтитров А.Семкин